Кстати, уже несколько десятилетий стандарты фигуры и красоты определяет игрушка. Барби, пожалуй, самой популярной кукле на планете, сегодня исполнилось полвека. В мире их продали более чем на полтора миллиарда долларов. Куклу выпускали в сотнях вариаций. Она была белой, черной, беременной и даже инвалидом. В петербургских семьях тоже много Барби. В причинах ее популярности разбиралась Анастасия Щербакова. Сходим, купим тебе новые туфли. Ну я согласна, ну пойдем. Тихо сами с собою две Барби ведут беседу. Естественно, о шопинге. Неестественно, озвучивает красоток пятилетняя Альбина. Чтоб не путать своих пластмассовых подружек, дала им русские имена. Любимая Марина, хозяйка большого дома, где все как в жизни. Вот эта вот девушка, вот типичная антигерина. Вот, вот у нее такая гламурная жизнь. Она рассказывает про то, как они поедут в ресторан с Кеном. То есть у нее такая совершенно классная жизнь, вот такой стандартной гламурной девушки. Барби-люб Никита куклами своих длинноногих модниц не называет. Только девушки. В основном плохие девушки. Короткие юбки, вызывающие макияж. Есть среди них и свои звезды. Барби-певица Шер, Барби-одрюхебберн, Барби-пошспайс. Найти таких в обычном питерском магазине – большая удача. Совершенно случайно в детском миле я заглянул в кладовку и сказал, девушки, а что это? И они мне говорят, ну это у нас там валяется. И вот эта вот кукла, она, по-моему, в 91-го года. Вот она у них так и валялась в кладовке, пока я ее не купил. Самая популярная, самая красивая и самая добрая. Но некрасивые и недобрые дяди над Барби издеваются. Ручка от одной, ножка от другой, голова от третьей. Все это в миксер, потом в микроволновку. Рецепт борьбы с обществом потребления от американского художника Тома Форсайта. Но малышка Альбина о злом дяде Томи пока не знает. В садике ей завидуют. У нее Барби больше всех и платья самые красивые. Девочка уже сама понимает, вот он идеал. Я хочу быть похожей на Барби. Почему? Потому что я, потому что Барби такие красивые, я тоже хочу быть похожей на них. Что находится под черепной коробкой в кукле Барби, вообще никто не представляет себе, потому что это вообще не предполагается. Это определенное соотношение размеров, параметров и каких-то модных тряпочек. И все тут. Если это для ребенка кумир, это плохо. В конце концов, а что должно быть у куклы в голове? Нельзя требовать от куклы слишком много. Все-таки кукла олицетворяет мечту. И любая кукла. Сегодня, в свой юбилей, старушка Барби снова девушка с обложки. Белозуба, румяна, светлоока, ни тени морщин и усталости на лице. То ли вот она, сила Барби искусства, то ли и в кукольном мире никуда без пластической хирургии. Анастасия Щербакова, Алексей Касьянов и Сергей Хитрых. Последнее известие Петербург.